вот она евро-3 евро-4 евро-5 правда камера как всегда туман куда-то убирает фу блин пусть едет куда дальше не знаю клапана прогорели или чё блин все в дыму вот она это машина блин что-то сейчас не сильно дымит это вообще жесть когда газку поддаст еду в гости к другу на дачу давно не виделись раньше вообще встречались частенько и мне всегда нравилось вот тут вот написано вот данилова 2 вот там вот да а потом дальше сейчас будет данилова 3 и вот она та самая данилова 3 которое я раньше читал как даниловоз это колесная лира как еще называется это нет да еще релей или или еще какое-то название было в харди гарди вот это вот торфяные озера и бобры здесь промышляют все это черничные плантации просто в огромном количестве а бобров тут тоже много они прям лютуют просто вот это все деревья поваленные это все они вот это вот они себе перегораживают грызут чем грызут как будто вот как топором вот не верится сразу что-то зубами можно сделать вот доказательство пожалуйста вылазит и за дело вот такую стружку щепку валит деревья и поперли ребята на московские леса это не белгородские вот совсем все иначе воздух другой растительность другая у нас не такие леса здесь они как-то более северное я сейчас иду подо мной вообще вода и торф но тем не менее здесь растут деревья муравейники вот может видно как проседает земля то здесь все на корнях сцепилась между собой все это как здоровенный плавучий остров многолетних веток многолетних листьев и всего прочего то есть торфяные разработки здесь когда-то были плохо крепшие дерн во время ветра вот так вот просто вырывает и деревья падают вырывая вместе с корнями верхний слой дерна но все это сплелось в единое целое продолжает зарастать продолжает местами болотится местами вот так вот подсыхать и существовать вот такой прекрасный лес по стрелке нам туда здесь появляется кругом корни можно даже наступить провалиться случайно но здесь уже тропы люди оборудовали места уже разведаны что тут они дикие авто всем в дикие леса когда заходишь там во первых темно потому что огромные деревья даже днем свет с трудом про проникает в чащу леса и днем кажется как будто ты вечером там находишься ну а вечером там уже все просто темень и комаров столько что невыносимо просто настоящий давайте поедем смотришь там алексей под винтажек но все современно и в продолжение темы маров очка премиум все таки летом новогодние украшения тоже как замечательно смотрятся в деревьях вот подожди подготовка к игре у нас как бы уже сделано то есть мы положили вообще даже я скажу больше игнорирует эти особые метки там комбинации в зависимости от того если кто нашел кто не ест соленые огурцы во время жары в москве по улицам даже по мкаду тоже проводится специальная такая аэрация поливалка струи вверх максимально да вот чувствуется даже что вот воздух другой становится вот хоть немножечко но спасает от жары да я же передние колодки поменял на пробеге 90 с небольшим плюсом тысяч километров у кого-то на 20 на 15 хватает колодок вот у меня в среднем на 50-60 а это 90 но в основном трассы потому что на трассах все таки тормозами реже пользуются чем в городе поэтому и такой пробег получать получается на таком износе ну все крышка правда другая но главное что она подходит все таки не полиэтилен с закруткой вопрос закрылся наконец-то кстати буквально 200-300 километров я проехал поставил фильтр попробовал я так понимаю надо будет отдельно видосик заснять посмотрите сколько грязи он налавливает из системы охлаждения это временное решение но тем не менее это все работает очень крутое здание в котором располагается администрация зацените все резное красота вообще где-то здесь еще сбербанк должен быть одно из уникальных строений административных получается вообще ничего не предвещало и вдруг неожиданно я такой собираюсь выхожу тучи ветер поднимается о вон кругом пыль начинает гнать и походу сейчас что-то бленет и и и и и и и и